Проблемы Собственно Для того, чтобы ввести в саму тему Начиная С Платона и Сократа Возникла следующая Постановка вопроса об идеях Как Сократ терзается Он говорит о том, что существуют красивые Стули, существуют красивые мальчики Существуют красивые ложи А существует ли красота сама по себе И тем самым он сразу вводит некое разделение Между Самой постановкой вопроса Между вещами и идеями Это различие является существенным На каком основании На том основании Что всякая наука Призвана заниматься Некими всеобщностями И эти всеобщности Они касаются именно идей А не вещей То есть собственно То, что может наука усмотреть в мире То, что наука может усмотреть в вещах Представляет собой нечто всеобщее Представляет собой некоторого рода идеи И поэтому Сама постановка вопроса Различие вещи и идеи Есть не что иное Как постановка Науки Вопроса о собственном статусе Потому что наука Претендует на некую всеобщность Своих выводов На некоторую Всеобщность рассмотрения Мира То есть мир Она берет со стороны Всеобщих аспектов Характеристик И собственно Вещи как уникальные Некие единичные сущности В науке Рассматриваются со стороны Опять же своей всеобщности То есть наука И всеобщность Это вещи Которые Находятся на одной стороне Собственно Аристотель Продолжатель Дела науки Он конкретизирует Понятие идей Если у Платона Различие Вещи Идей Только появляется И собственно Различие Самих идей Еще не прояснено Какие бывают Виды идей У аристотеля Уже возникает Два вида идей Это Род Вид Род и вид Различие рода и виды Второе Это категории Категории На самом деле Есть еще третья И даже Наверное Четвертая И пятая Тут же еще есть Причины Форма Матея Иначе говоря Аристотель Положил Начало Начало Классификации Идей Это все Идеи И тем самым Он показал Что действительно Идеи Сущения Веселя С чем-то Существенным И сквозь идеи Мы видим Реальность И упорядочиваем ее Согласно Каким-то Общим Всеобщностям Как род Вид Категории Причины Форм Материи И прочее Но Исходя из Такой Постановки Вопроса Вот возникает Следующая Дилемма Если мы уже Оказываемся В классической Философии Декарта Канта Гейди То Как быть Субъектом Как быть Я Дело в том Что Когда мы Вещам Ставим в соответствии Некоторые идеи И эти идеи Расписываем В виде категорий Там Родовидового Отличия То Можем ли мы Субъект подвести Подкатегории Подвести Субъекта подкатегории Означает Рассмотреть Субъекта Как некоторую вещь И это Будет являться Неправильным Рассмотрением Субъекта Неправильным Рассмотрением Я То что Хадигин Называл Неподлинностью Так как Мы можем Рассмотреть Субъекта Как вещь И подвести Его подкатегорию Но тем не менее Это будет Рассмотрение Неправильным Это не будет Соответствовать Самому феномену Того что Представляет Свой субъект Что представляет С собой я Потому что Субъект или я Представляет Свой особый феномен У Хадигин Придерживался Других терминов Он говорил О дозай Так вот Дозай Это особое Сущие Дозай Особое Сущие Которое Должно Рассматриваться Не под категориями А под экзистенциалами Так вот Это Различие Категорий И экзистенциалов Оно существенно И Существенность Его проходит Как раз По линии Того О чем я говорю Что всякая наука Она должна Просматриваться Со стороны Своей существенности У нас получается Что вещи Рассматриваются Под категориями А субъекты Я Да Ну Здесь я пока держусь Простых терминов Да На самом деле Хадигин говорит О дозайн Ну У Хадигин Своя некая терминология Но если как бы эту терминологию переводить Да Это вот Говорить о Человеческом присутствии То это присутствие Можно выразить В таких терминах Как субъекты Я Эти термины Тоже согласно Хадигину Не соответствуют Возможно Да Тому Что представляет собой Это сущее Дозайн Но мы как бы Сейчас этот вопрос Не обсуждаем Да Пока его берем В разрезе постановки Проблемы Так вот Согласно Хадигину Они рассматриваются Под экзистенциалами Вот такая аналогия Да Веща соответствуют категории А субъектам Я соответствует экзистенциалам Но Экзистенциалы Отличаются от категории тем Что В категориях вопрос идет Ставится А что Да Что представляет собой вещь А в экзистенциалах Вопрос ставится А как Каким способом Субъект существует Да Что Что конкретно Представляет собой субъект В своей В своей жизни Да В своем Существовании В своем бытии То есть Вопрос как Связан Как Это вопрос как бытия Там вопрос что же Это вопрос что бытия А это вопрос как бытия Но если Посмотреться В это различие Обращайте на себя Внимание Что К этому К этой постановке Вопроса Связан с субъектом Который рассматривается Под экзистенциалами Ведет Ну существует Некоторое упрощение Потому что Мы говорили о том Что Наука Нуждается во Неких Всеобщностях А теперь нам Предлагают Рассматривать Эти всеобщности В виде Экзистенциалов Но экзистенциалы Связаны только С единичным субъектом Вот единичный субъект Он как раз Рассматривается Под экзистенциалами А я говорю Что нам важно Разобраться с тем Что представляет С собой Всеобщий субъект Ведь Одна из постановок Одной из постановок Вопроса В всеобщем субъекте Представляет С собой Та постановка Когда говорится О том Что Поскольку Вещам Соответствуют Некие всеобщности В виде понятия И категорий То субъектам Должны соответствовать Тоже некоторые Всеобщности И вот Всеобщность этого Субъекта Можно понимать Двояко Для того чтобы Не попасть В ловушку Значения Давайте разберемся Сначала Как понимать Что такое Всеобщий субъект Всеобщий субъект Понимается двояко Во-первых Он понимается Как некое Аграрное Социальное целое Агрегарное Социальное целое Социальное целое Ну допустим Как народ Государство Государство Общество Ну и В таком разрезе Мы не будем Рассматривать Всеобщий субъект Потому что На самом деле Если вдуматься То Агрегарное Социальное целое Представляет собой Опять же Некий Единичный субъект Потому что Этот единичный субъект Потому что Он точно так же Существует То еще так же Является некой Реальностью Как и единичный субъект Единичный субъект Является неким Психологическим Единичным субъектом И агрегарное Социальное целое Представляет собой Уже не отдельно Психологическое Как я говорил Социальное Социальный субъект Да И мы Гегель Как бы У Гегеля Всеобщий субъект Уметь два значения Прежде всего Такое Социальное целое Но мы Этот вопрос Пока опускаем Обсуждать не будем И нам важно Второе его понимание А во втором понимании Он рассматривается Как некий Научный субъект Или субъект С научной стороны Да Что значит С научной стороны А вот именно Со стороны Своей всеобщности Причем Гегель Естественно Точно так же Как и Кант И Декарт Они понимают Что нельзя Субъект Рассматривать Под категориями Но только Это понимание У них не очень ясно То есть они Непосредственно Так вопрос Не ставят Так вопрос Поставил Хадигель И он Вместо категории Предлагает Рассматривать Субъекты Под экзистенциалами На самом деле Те способы Всеобщности Какие Например Если взять Гегеля Как наиболее развитую Систему философии В которой Этот вопрос Как-то решается Да То эти всеобщности Представляют собой Формы сознания Вообще Гегель Говорит Не о субъекте А говорит О сознании Мы этот вопрос Ниже Еще раз Обсудим Почему это так На данном этапе Нам очень важно Что он говорит О формах Да вот Некий Есть некий Форм Формообразование Он говорит И сознание То есть На самом деле Сознание У Гегеля Выполняет Такую же роль Как субъект Оно и является Субъектом Он специально Заменяется Слово Субъект Термином Сознание Но Это связано С некоторой Постановкой вопроса О субстанции Сейчас мы это Пока не обсуждаем Но вопрос связан С тем Что это сознание Проходит ряд Формообразований И вот эти ряд Формообразований Какие это Формообразования Это чувственная Чувственная достоверность Восприятие Рассудок Самосознание Разум Абсолютный дух Там и прочее Ну на самом деле Деление более точное И подробное Не получается ли так На самом деле Что если рассматривать Соотношение Того Как В научном смысле Мы должны Говорить О всеобщем Субъекте Ведь Не получается ли Так что Как раз Постановка Гегеля Является Наиболее правильным Почему Потому что Гегель Рассматривает Субъект Со стороны Своей всеобщести И он отмечает Что есть Некоторые Всеобщие Моменты Этого субъекта И всеобщий Момент Этого субъекта Представляет С собой Ничто иное Как некую Транцедентальную Структуру Если выражаться Терминами Канта То есть Вот есть Некий Единичный субъект Этот Единичный Субъект В научном смысле Выступает Как некий Пример Транцедентального Субъекта А транседентальный Субъект Это субъект Науки Который Обладает Всеобщими Структурами Всеобщими Структурами Ну И весь Транцедентальной Схемой Транцедентальными Способами Какими Он соотносит С Реальностью В познавательном Смысле Этот Транцедентальный Субъект Представляет Как бы Некую Всеобщность Внутри Единичного Субъекта То есть Иначе говоря Каждый Единичный Субъект Он Как вот Аналогия Я говорил Об аналогии Между вещью И идеей Вещи Допустим Есть стул Как бы Есть идея Стула Ну В любом Реальном Стуле Эта идея Стула Как бы Светится Так же Есть единичный Субъект Но В нем Светится Некая Всеобщность Да Эта Всеобщность Смотрит Естественно Наука Наука Направляет На Единичный Субъект Свой Интерес Научный И высвечивает В единичном Субъекте Некие Транцедентальные Структуры То есть Некого Всеобщего Субъекта И вот Этот Некий Всеобщий Субъект Некая Транцедентальная Структура Которая Одинакова для всех единичных субъектов, она и представляет собой вот тот научный субъект, о котором говорит Гегель. И термины, или иначе говоря, понятия, или если говорить термина Сократа, Платона, идей, через которые мы должны понимать этот трансцендентальный субъект, представляют собой как раз эти формообразования. Вот как феноменологи Док и Гегеля, сознание проходит ряд формообразований, и вот каждое из этих формообразований представляет собой тот срез, то понятие, через которое мы можем понимать, что представляет собой каждый единичный субъект. То есть наука именно и стремится к тому, чтобы высветить в каждом единичном субъекте некую всеобщую структуру, и вот эту всеобщую структуру, которую можно высветить, представляет собой вот эти формообразования. Иначе говоря, когда Хадегель говорит, что единичный субъектам соответствуют экзистенциалы, а можно было бы сказать, что единичным субъектам соответствуют некие формы. Только формы поняты не в смысле, это различие формы не материи, а формы поняты в смысле форм Канта, как некие способы, с помощью которых всеобщим образом субъект относится с реальностью. Но у Канта, в чем как бы, все-таки здесь существенное различие есть. У Канта сводит эти формы в итоге к неким познавательным формам, всеобщим познавательным формам, таким как пространство времени и категории. Иначе говоря, он вопрос, связанный с трансцендентальным субъектам, опять же, сводит в плоскость вещей. Иначе говоря, он редуцирует вопрос о субъекте к вопросу о соотношении вещей и идеи, о вопросу о соотношении вещей и понятий. То есть он, особенность такого сущего, как субъекты, не рассматривает отдельно в отрыве от таких сущностей, как и вещей. Но после того, как Хадиггер нам показал, ну и это на самом деле постановка вопроса является вполне естественной, что существует существенно два различных рода сущих. Один род сущих это вот вещи, ну или просто, можно сказать, просто сущий, как он говорит, подручный, да, подручный. Подручный, не присутствие, размерный сущий. Размерный сущий. И, собственно, как вот присутствие, да, присутствие. Ну или в наших терминах субъекты. Другое дело, что Хадиггер отбрасывает понятие всеобщности субъекта, да, и он занимается только единичными субъектами, а нам бы хотелось все-таки как-то всеобщность субъекта оставить. Но мы уже разбирались, что если мы сохраняем такой термин, как всеобщий субъект, то возникают там проблемы некоторые, да, а именно проблемы, связанные с тем, как обсуждать на всеобщем уровне различия субъекта, объектные различия. И мы, собственно, вслед за Гегелем, потому что и Гегель эти проблемы видел, да, он говорил о том, что Гегель говорит о том, что если мы в начале нашей философии ставим субъект объектные различия, то в процессе движения, да, в процессе развития мы никогда это различие снять не сможем. И у нас всегда получится так, что на одной стороне будет субъект, а на другой стороне будет объект. Это, особенно это ярко видна философия Фихта. Да, вот Фихта пытался, как бы, построить философию монизма, в котором бы из единого принципа была бы выстроена вся система наукоучения. Но ему она, у него не удается, потому что у него постоянно получается, что есть нечто внешнее, да, и всегда есть некое внешнее, с которым связан субъект, да, иначе говоря, всегда существует некая двоица, всегда существует некая дуальность. И поэтому Гегель вместо понятия субъект вводит понятие сознания. Сознание. Чем хорошо сознание? Дело в том, что субъект и объект, они когда, когда они различаются, во-первых, существует некая внешность. Да, вот Гегель критикует Канта за то, что в субъект объектном различии существует внешняя позиция. Внешняя позиция. Ее такой позиции не должно быть. Либо она должна включаться в саму философию. И как раз у Гегеля, когда он вводит сознание, у него получается, что действительно внутри сознания, как некой тотальности, существуют различия моментов. Один и два. Например, если берем восприятие предмет и сознание. Сознание знает предмет. И в то же время все это происходит внутри сознания. То есть сознание одновременно и представляет собой и субстанцию различия, и одну из сторон различия. Это особенность сознания. Эта особенность у нас на самом деле тоже проявляется в том смысле, что сознание одновременно является и трансцендентальной схемой, которая посредничает между двумя сущими, то есть между двумя объектами, и одновременно между двумя объектами разных способностей. И сознание в то же время является чем-то таким, внутри чего находится все. То есть сознание представляет собой некое свидетельство. То есть само различие двух есть не что иное, как различие, о котором можно сказать, что оно донос ипсофакт. То есть самим фактом этого различения то есть различие, которое не требует дополнительного обоснования. То есть различие, основанное... Неправильно я говорю. Некое первоначальное различие. То есть различие, которое является основанием всякого другого различия. Как пространство различия. В сознании есть пространство различия. Так вот, чем плохой субъект объект на различие? Во-первых, это требует внешней позиции. Во-вторых, на самом деле, невозможно никаким построением редуцировать это различие. То есть это различие, оно как бы пронизывает сверху донизу. Все пронизывает. По этому поводу можно было бы сказать также, что в этике философия Канта достигает, опять же, позиции некого долженства. Да, вот если у нас есть вначале некое долженствование, то что бы мы ни делали, это долженство никак невозможно снять. А что такое долженствование? Это значит некая желательность чего-то, какого-то образа поступков, но тем не менее эта желательность никогда не осуществляется как реальность. То есть всякий раз остается это долженство. Всякий раз остается некая недовольтворенность тем, что осуществление не соответствует самому требованию должностного. То есть есть всегда док, да, и док на самом деле не зависит от того, как мы его реализуем. То есть это различие, оно постоянно сохраняется. Это тоже, то есть иначе говоря, субстанция, она в таком различии не может быть достигнута, в таком различии субстанция не может достигнуть некого единства. А как раз вопрос состоит о том, в позиции гегельской философии, чтобы вернуться к некой субстанциальности, в том виде, как она, допустим, зафиксирована в философии Спиноз. Собственно, этот вопрос уже ставив Фихте. Фихте уже говорит об этом, что надо вернуться как-то к философии Спиноза и рассмотреть изложение наукоучения, исходя из некого единого принципа. То есть все должно быть выстроено как некое единое целое, как некий монолит. Если у нас вначале стоит некое существенное различие, то это различие никак не может быть снято. Поэтому это различие остается. А при таком постановке вопроса, связанном с сознанием, у нас уже изначально различие, оно только является различением внутри тотальности. То есть, иначе говоря, тотальность, она уже изначально является чем-то одним, но его различенность внутри себя, есть необходимый момент. Необходимый момент связан с тем, как тотальность должна осознать саму себя. То есть, это, собственно, процесс движения этой тотальности из некоторого состояния в себе в состояние для себя, в состояние абсолютного субъекта, в состояние абсолютного духа. И поэтому Гегель переходит на термин сознания. Но если вдуматься, термин сознания и термин субъект – это есть некие термины, которые являются попытками маркировать некую реальность. У нас некая есть реальность нашего бытия. У Гегеля эта маркировка происходит через термин дозайн. Мы пытаемся в неком опыте, исходя из феноменологической посылки, сначала промаркировать реальность, как я говорил, а потом уже из этой реальности вывести некую теоретическую философию, то есть, двинуться дальше. Феноменологи двинутся дальше в чистую философию, в логику. И эта задача, для того, чтобы эту задачу решить, нужно заранее правильно промаркировать, нужно заранее правильно поставить начало процесса развития. Но Гегелю нужно было важно именно выстроить систему. Нам это делать не важно. Нам уже не важно, выстроится ли система, разводится ли в итоге все построение. Или для того, чтобы образовать некую тотальность, мы должны изначально поставить вопрос о тотальности. То есть, рассматривать вопрос о сознании, как о некоторой субстанции. Нам этот вопрос не важен, и поэтому мы будем постоянно-постоянно разговаривать то о всеобщем субъекте, то о всеобщем сознании. Но в некотором смысле держаться термины всеобщее сознание, потому что понятно, каким образом, как можно всеобщее сознание, как можно построить модель всеобщего сознания. Потому что всеобщий субъект, это есть нечто, к чему мы относим способности. И если мы, как я говорил, говорим о всеобщем субъекте, то тогда термина сознания превращается как бы в способность этого субъекта. И проблема как раз и связана с тем, как понимать сознание как способность. Его можно понимать, сознание как способность, ведь все такие вопросы, есть вопросы, скорее, построения, скорее, попытки понять, как мы используем термины. Использование термина должно соответствовать тому, как эти термины, во-первых, циркулируют в языке, а во-вторых, как они маркируют реальность. Если мы считаем, что сознание есть способность, то тогда возникают странности. Эти странности я уже много раз обсуждал, сейчас я на них останавливаться не буду. Но вот вопрос так ставится. Вопрос ставится, иначе говоря, так, что мы говорим о неком всеобщем субъекте или всеобщем сознании. В том смысле, что мы хотим построить науку сознания. То есть мы хотим, давайте сейчас эту науку сознания, как бы вот, пытаемся какие-то сделать движения в сторону этой науки сознания. Что это значит, что науку сознания? Это значит, что сознание или субъект будет взяты со стороны своей всеобщести. Ну, должна быть некая всеобщность. Эта всеобщесть, как я уже говорил, не может быть всеобщенность, связанная с категориями, потому что сознание или любой субъект представляет собой особое сущее, да, вот как у Хадиггера, некая дазань. Но в то же время эту всеобщесть нельзя сводить к экзистенциалам, потому что экзистенциалы представляют собой некую переживательную, что ли, сторону субъекта. То есть, конечно же, мы не можем обойти и эту сторону, да. Одно из этих сторон является, так вот, если мы могли бы рассматривать всеобщесть как разветвляющееся нечто, да, то есть мы могли бы... у нас есть два пути. Мы могли бы пойти в сторону экзистенциалов, и эти экзистенциалы были связаны с философией Хадиггера. Вот Хадиггер пошел бы в эту сторону. Ну и понятно, почему, да, потому что он наследовал философии Хадиггера и Ницше. А вот если бы мы пойти в сторону всеобщести, связанной с философией Гегеля, только Гегеля, понятого... Ну, Гегеля, избавленного от неких мистических наслоений, да, от некоторых конформистских стремлений построить во что бы то ни стало некую систему, да. Он говорил, что истина может существовать только как некая система, и вот ему нужна была обязательно система. Если нет системы, значит нет ничего. Но в этом стремлении построить систему, он, естественно, вопросы, которые стояли перед ним, проблемы, которые он решить не мог, он их как бы прятал. И вот, читая Гегеля, часто наблюдаешь, как вот эти проблемы запрятаны, как они прячутся. Ну, одну из такой проблем, вот можно пронаблюдать, если взять чувственную достоверность, взять феноменологию духа, главу чувственную достоверность. В чем там проблема состоит? Он говорит, что в чувственную достоверность единичный субъект, единичное сознание пытается принять единичное. Но он это расписывает в терминах этот и это. У нас есть это, это единичное сознание или единичный субъект. Этот, да, и это. Тоже это единичный предмет. И вот в соотношении этого и этот, все было бы нормально, если бы Гегель не понимал, что это представляет, понимал это как некую точку. Вот он понимал это как некую точку в пространстве точку. А поскольку этот и это у Гегеля соответствовал одно другому, то почему-то и этот тоже представлял собой точку. И это странно. Как субъект может быть точкой? А субъект точкой быть не может. И это как бы... Ну, он этот вопрос быстро пробегает, да, и попадает в восприятие. А восприятие, для того, чтобы понять просто соотношение, да, восприятие, это следующая глава, феноменология духа. У него оба момента становятся всеобщими одновременно, да, то есть всеобщее сознание, ну, естественно, уже сразу не точка, да, соответствует всеобщему предмету. Всеобщий предмет, он еще чувственный, то есть, собственно, с общим предметом называется, чувствованный всеобщим предметом у Гегеля называется вещь. Чувственная. Ну, это и есть вещь. И вот что любопытно. Любопытно то, что у Гегеля одновременно происходит становление этот и это в своей общности. То есть вот это вот и есть некое сокрытие самой проблемы. Понятное дело, каким образом точка, как некая единичность. Потому что модель единичности, у Гегеля модель единичности представляет собой некую точку. Вот это и есть модель единичности. И поэтому, ну эту модель единичности никак не может соответствовать такому случаю, как этот. Потому что этот, какой бы он ни был, он всегда представляет собой некое протяженное. Некое самосохраняющееся сущие Как сознание Что такое сознание? Сознание Есть нечто, что само себя сохраняет Но мы об этом уже говорили Мы говорили, когда обсуждали вопрос О различных видах всеобщества Мы говорили о том, что Сознание, которое и выступает И в чувственной ценности, и в восприятии Одно и то же сознание Оно представляет собой нечто себе тождественное Себе тождественное, сохраняющееся Сохраняющее себя во времени Причем это Представляет собой природу самого сознания Потому что если сознание представляет собой точку Среди других точек, то его просто нет Тогда нет такого разговора Вот такого разговора, где сознание представляет собой точку И оно направлено на точку Оно его просто нет И получается, что как будто бы Чувственной достоверности такой позиции нет И мы сразу оказываемся в восприятии И как будто чувствная достоверность некая позиция, которая пристроена, является некой абстрактной позицией для того, чтобы обосновать некое движение. Вот у него здесь в чувстве достоверности возникает перебор вариантов, у него есть там три позиции, каким образом он выясняет, что представляет собой непосредственность. Он говорит, что непосредственность может быть непосредственность предмета, непосредственность может быть непосредственность сознания или субъекта, и непосредственность может быть непосредственность всей ситуации в целом. то есть всего опыта чувственной достойности но это я просто показал пример того как гегель скрывает проблему от у гегеля здесь есть существенная проблема он ее скрывает причем если посмотреть на эту проблему кантовскими глазами то у канта эта проблема как раз решена у канта изначально субъект представляет собой нечто сохраняющийся представляет собой некую перцепцию и благодаря единство перцепции вообще возможно возможно и получается что у канта вот этого то уж никак уже не понимает сознание как некую точку фактически гигель после карта сделать некий шаг назад зачем он это делать я сейчас обсуждать опять не буду на самом деле есть причина почему он так поступает почему он скрывает или не замечать лучше говорить наверно не замещать здесь проблему но вообще здесь проблема существенная так вот если мы теперь переходим к всеобщности в понимании смысле гегеля да вот если мы говорим о неких формообразования сознания формообразования то естественно мы берем гегеля вот в той корректировки которые сейчас я высказал не существует такого сознания которое представляет собой точку среди других точек это но сознание всегда себе является себя сохраняющихся является себе тождественным и поэтому в чувство недостоверности и восприятие это один из способов довести философию гегеля до решить как бы эту не решить эту проблему а устранить этот недостаток да в философии это это может сделать тем способом что чувствую достоверность и восприятие то есть одно и то же как бы но но с тем с той поправкой что вот этот этот представляет собой уже сохраняющийся сознание то есть он представляет собой сознание да то есть восприятие с одной стороны получается сознание она уже сохраняющийся но она еще не всеобщее она единичная потому что это представляет собой то самое этот да но этот понят и правильно да а не как точка среди пространстве точек и тогда с другой стороны естественно будет конечно вещи на то есть это вот единичный дело в том что чем гегель здесь был прав на гель был прав в том что если здесь с этой стороны у нас есть нечто сохраняющиеся во времени тогда и со стороны если со стороны субъекта у нас есть не сохраняющий время то есть со стороны объекта у нас должно быть нечто сохраняющиеся во времени поэтому нет такого предмета как точка да и нельзя мыслить себе объект и как он говорит в двух его ипостаси как теперь и здесь в виде точки уже сама постановка вопроса которую ну гигель просто исходит из единичности я просто не хотел бы обсуждать с нового духа почему это так у него то что у него на самом деле модель единичности представляет собой . но такой просто модели нет да это на самом деле модель процент навязана опыту да в самом феноменологии самого опыта такого нету и поэтому у нас сразу возникает вещи да но вещи представляют собой некий единичности да них эти вещи что сados это и со свойствами но и единичай почему они вещи 함께 может есть ли о сознании сахар нет себя только сохраняет себе лета чем сознание circo tsens на место сможет им это уклоняющий собране под Sou ettariми Pepper syntaxsch p m prophай Ee но этот consumes долго обсуждали тоже когда говорили о том что представляет собой сау bos так вот Всеобщество, которое мы здесь говорим, она не представляет собой всеобщность единичного сознания. Вот та всеобщность, которая связана с тем, что сознание сохраняется. То, что сознание сохраняется, как говорит Гигель, в этом есть некая всеобщность. Но это всеобщность в другом смысле, чем всеобщность, о которой я говорил, когда я говорил о научности. Когда я говорил о научности, то всеобщность понимается как в смысле трансцендентальной структуры. Вот эта трансцендентальная структура, она есть в любом единичном сознании. И, собственно, можно говорить о том, что эта трансцендентальная структура сама образует трансцендентальный субъект, как говорит Кант. Можно так вести рассуждение и вместо единичных сознаний говорить о трансцендентальном субъекте. И тогда получится некая наука субъекта, связанная с тем, что сам субъект будет некоторым понятием, а именно трансцендентальным субъектом. И такая будет выстроиться, такая абстрактная наука. Причем эта наука будет похожа на то, как рассматривается наука, связанная с исследованием вещей. Вот некая будет общая наука, где субъекты и вещи отличаться будут, конечно, друг от друга, но тем не менее они будут в некой единой структуре находиться. И мы не добьемся того, что для всеобщности сознания будут какие-то особые свои категории. Причем я уже говорил, что мы сейчас не обсуждаем ту возможность, когда всеобщество понимается как экзистенциал. Она как бы возможна, она исследована Хадигером, это один возможный путь движения. Мы сейчас обсуждаем способ, каким можно было бы двигаться в сторону Гегеля, но двигаться со стороны некого подобия категории. То есть по смыслу они будут вроде как понятиями, то есть как категории, но по сути будут чем-то другим. То есть мы хотим построить некие новые категории для сознания или субъекта, и для того, чтобы их построить, требуется обозреть возможности, которые у нас есть. Я говорил о том, что можно эти категории новые, которые должны были бы соответствовать таким сущим, как субъекты, можно было бы эти категории понимать как формообразование сознания. Вот как я говорил, что сознание выступает в восприятии, рассудке, разуме и прочее. То есть все эти формы, в каком существует сознание, а сознание ведь существует в любой форме, потому что рассудок и разум представляют собой мышление, но тем не менее они существуют в рамках сознания. То есть в любой способности существует сознание, оно везде участвует. Это один из факторов, почему вообще сознание не представляет собой отдельную способность. И нам важно вот эти новые понятия высветить. Ну давайте опять как бы обратимся к тому, что говорит Гегель об абсолюсе. Потому что то, как понимает Гегель субъекта, мы можем понять только из того, как он понимает, что такое абсолютный субъект. Вот Гегель феноменологии духа в предисловии пишет, что субстанцию недостаточно понимать как объект. То есть так, как она понята у спиноза. Вот спиноза понимает субстанцию как объект. А Гегель говорит, что субстанцию надо также понять как субъект. И это существенное изменение и постановки вопроса. Что значит понять субстанцию как субъект? Дело в том, что когда мы берем субъект-объектное различие, и если мы всякий раз понимаем субстанцию со стороны вот ее объектности, то мы всякий раз удаляем как бы из нее некий произвол, связанный с тем, как действует субъект. Вот все, что связано с субъектом, как бы оно вроде не касается субстанции, с одной стороны. А с другой стороны, поскольку субстанцией есть все, что есть, мы должны были бы говорить о том, что субъект тоже включен внутрь субстанции. В этот субъект есть та особенность, которая внутрь субстанции плохо вписывается. Собственно, в философии спиноза проблема состоит в том, каким образом внутрь этой субстанции вписываются субъекты. Но если понимать субстанцию саму как субъект, то тогда такая проблема исчезает. В чем состоит проблема со стороны своей логики? Не проблема, а в чем состоит установка вопроса со стороны своей логики? Когда мы говорим о том, что сознание соотносится с предметом, что на самом деле представляет собой соотношение субъект и объекта, то ведь сознание у Гегеля представляет собой некую структуру рефлектирующую. Сознание представляет собой некую рефлектирующую структуру. Иначе говоря, сознание не только направляет свои способности на предмет в одном направлении, но она также может направлять, рефлектировать это отношение своей. Она даже может рефлектировать не только себя, а само свое отношение между сознанием и предметом. И при рефлексии сознание может уходить в себя, как говорит Гегель. Сознание как бы рефлектирует себя, и тем самым оставляет предмет самостоятельно. Но когда сознание рефлектирует себя, говорит Гегель, то и предмет себя рефлектирует. Вот, надо вот это место правильно понять. То есть предмет тоже себя рефлектирует. Гегель говорит так, что сознание, когда сознание возвращается к себе, то и предмет возвращается к себе. Почему? Потому что предмет на самом деле подчинен сознанию в том смысле, что они с сознанием образуют нечто целое. Сознание и предмет образуют некую цельность. И всякий раз, когда одна сторона, а именно активность лежит на стороне сознания, предпринимает какую-то деятельность, то эта деятельность также является и деятельностью другой стороны. Иначе говоря, предмет повторяет действия, которые совершает сознание. Он повторяет эти действия не потому, что предмет является живым, да, не надо так понимать, а в том смысле, что в предмет входят также рефлектирующие определения, которые существуют у самого сознания. То есть сознание имеет возможность устанавливать некие рефлектирующие определения, благодаря тому, что оно само вообще есть некое рефлектирующее существо. И точно так же предмет становится неким рефлектированным предметом. То есть предметом, в котором существенно вот... Что такое рефлексия? Рефлексия, она покоится на некоторые негации, потому что, согласно Гегелю, рефлексии есть, с одной стороны, как бы отрицание. То есть, когда сознание направлено на предмет, оно отрицает предмет, и тем самым приходит к себе. То есть, в рефлексии всегда есть подскудное отрицание. То есть, и предмет, это отрицание входит, и предмет становится содержательным. То есть, внутри предмета образуется различие сторон. Вот, например, если взять, опять же, восприятие, прочитать главу «Феноменология Духа», то там в само понимание вещи входят вот эти различия, различия одного, ну, в смысле, единства вещей и многообразия свойств и так далее. И это все входит в некое одно, как бы в сверходно. То есть, сверходно представляет собой внутри себя некое многообразие. Ну, то, что можно было бы сказать, что внутри одной вещи образуется, как бы, со стороны того, как сознание соотносит с этой вещью, некие противоположности, да, которые, тем не менее, спокойно сосуществуют в вещи. И вот, вот это вот понимание того, что сам предмет является рефлектированным, если мы распространим на понимание субстанции, то получится, что субстанция, внутри себя различая, добивается того, что она становится, как бы, конкретной. Да, она становится конкретной в том отношении, что она становится, как бы, рефлектированной. То есть, вначале их субстанция представляет собой некая монолит, невзличенный, там, у Гигеля представляется его бытие. И потом это бытие принимает в себя внутрь различия, и тем самым, принимая различия, она становится все более и более конкретным. И когда она достигает абсолютного состояния, то она представляется в абсолютной конкретности. Она одновременно является и абстракцией, и конкретностью. Но мы хотим сейчас понять формообразование сознания не со стороны построения гейеля, а со стороны понимания их, как своего рода, других категорий. То есть, скажем, категории 2, под которыми нужно рассматривать субъекты. То есть, субъекты не могут быть рассмотрены под категориями, то есть, как под какими-то понятиями. Для того, чтобы субъекты были рассмотрены адекватно, им нужно выстроить особые понятия. И эти особые понятия представляют собой вот эти формообразования. То есть, некие ситуации, некоторые замкнутые опыты. Что такое формообразование сознания? Гегель, когда выстраивает феноменологию духа, он имеет в виду не только движение от простого опыта к более сложному опыту. Да, от чувства к мышлению, от бытия к абсолютному духу. Ведь он имеет в виду, что это движение одновременно является способами, которыми может существовать сознание. Некими законченными целыми. То есть, внутри единого целого, такой как субстанции, существуют еще другие законченные целые. И каждый из них, восприятие, рассудок, разум, самосознание и прочее, представляется в некие законченности, внутри которых определены все те линии. То есть, допустим, если мы берем простую форму как восприятие, то в нем определено, что представляет собой, допустим, всеобщее сознание, что определено, что представляет собой вещь и прочее. То есть, иначе говоря, можно было бы говорить о неких дискурсах, если бы мы говорили современным языком, постклассический флотограф. Вот есть некие дискурсы. Внутри каждого дискурса определение терминов является имманентным. Но при переходе от одного дискурса к другому, когда мы переходим от восприятия, ну, допустим, к рассудку, да, или там от чувственной достойности к восприятию переходим, возникает некий скачок. И Кельсан говорит, что вот это вот и есть, собственно, дополнение к его построению. Потому что этот скачок само сознание не видит, оно происходит как бы за спиной сознания. А все, что видит сознание, да, все, что с ним происходит, это некий опыт. И вот она живет либо в одном опыте, либо в другом. И не переходит от нового опыта к другому. Это разные опыты, как бы разные этажи, разные возможности, в которых может существовать сознание. Вот как бы можно было бы сказать, разные дискурсы. Но для Гегера, опять же, важно построение системы, поэтому он субстанцию строит как некое герархическое целое, в котором все больше и больше внутри возникают различия, и эти различия как бы торопятся, 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 и дают возможность субстанции стать некоторым конкретным целым. Причем вопрос этот связан с рефлексией, потому что субстанция должна себя осознать, потому что все движение не понимается как движение самоосознания субстанции. И вообще говоря, когда Гегель говорит о движении понятия, о самодвижении понятия, то ведь, видимо, он имеет в виду, как я сейчас это понимаю, движение этой субстанции. Собственно, субстанция это и есть понятие, она представляет собой нечто живое. Субстанция, как я сказал здесь, понимается как субъект, то есть как некое живое. И вот это, причем субъект здесь, понять субстанцию как субъект, не значит понять ее через некое понятие субъект, как бы можно было бы это понимать. Нет. Субстанция представляет собой некое живое сущее, как дух или божество. И он точно так же представляет субъектом, как для нас другой человек представляет собой субъект. То есть его невозможно или это свести к понятию. То как ты считаешь, как Гегель говорит, что Бог это понятие, конечно, но понятие в том смысле, в каком мы говорим о другом человеке, что он есть субъект. То есть это некое как бы живое, нечто живое. И вообще говоря, мы хотим сейчас добиться, я пытаюсь сейчас ввести некое различие и говорить о понятиях в отношении к субъекту, но таких понятиях, которые являлись бы не понятиями, под которыми мы рассматриваем вещи, как я говорил, категории, а какие-то особые понятия. Пока я предварительно говорю о таких понятиях, как формообразование, потому что мне просто непонятно, как это надо понимать. Непонятно, как это надо формулировать. Я вижу, например, что эта проблема у Хадигеля решается недостаточно. Он все-таки уводит саму проблему. А почему он ее уводит? Потому что если он рассматривает вопрос под экзистенциалами, то, тем не менее, само требование научности постановки вопроса остается, ведь наука требует некой всеобщести, и он рассматривает свой дозайн, который представляет собой сущий, под этим вопросом, а именно вопросом всеобщести. То есть, иначе говоря, он остается в рамках феноменологии, вроде как. А феноменология – это не что иное, как рамки опыта. Он остается в рамках опыта. И этот опыт для феноменолога может быть единственным опытом, только опытом феноменолога. И если это так, то естественным образом он связан с экзистенциальным опытом. Да, экзистенциальным опытом. То есть, вот этим опытом, связанным с проживанием. А если мы говорим о том, что феноменология каким-то образом должна пробиться к философии, в смысле мышления-мышления, то есть к некой логике, да? Вот если мы говорим об этом, непонятно, как это сделать. Да, это вопрос. Потому что Хадиги даже договариваются до того, что антология может существовать только как некая феноменология. Вопрос-то и состоит о том, как вот к этому двинуться. Иначе говоря, Хадиги тоже к этому двигается. Ведь когда он строит свою философию, он ведь строит ее как некую науку. Даже если, естественно, вопрос не идет о том, что его философия представляет собой науку, да? В том смысле, как она понимается сейчас. Но он строит философию как некую науку, в смысле античного понимания слова наука, да? Как некую законченную систему, концепцию, в которой используются некие всеобщества, некие всеобщие построения, всеобщие структуры. И он бы должен был, по идее, говорить о неком трансцендентальном субъекте. Почему вообще всякий раз разговор откатывается к Канту? Потому что требование трансцендентального субъекта есть на самом деле требование некой другой всеобщести, помимо инстинциалов, связанной с пониманием того, что представляет собой субъект. То есть вопрос все равно остается. Да вот у нас есть субъект, под какими понятиями его рассматривать? Вот сейчас как бы у меня возникла идея рассматривать ее под такими понятиями, как формообразование. Ну, это вот связано с Гегель. Но вообще говоря, как бы вопрос остается открытым. Быть может, как бы есть какие-то особые категории два, да? Которые надо выстроить. Но выстраивание этих категорий, оно не может быть внутри феноменологии. В чем и состоит проблема. То есть если мы остаемся в рамках феноменологии, вот эта вообще вот возможность перестает быть. Мы не можем как бы двинуться в сторону категории, потому что это чистые понятия, как бы, и они как бы являются чем-то по ту сторону феноменологии. Мы должны перейти от феноменологии к логике или мышлению-мышлению, да? Мышлению-мышлению. И, собственно, тем самым, поставив вопрос о субъекте, под какими понятиями его рассматривать, мы покидаем пределы феноменологии. Современное состояние философии таково, что феноменологии, собственно, и являются, об этом указывают нам возможные границы всякой философии. После того, как феноменология выступила, но это при Декарте случилось, да, что Декарте начался с того, как она выступила, то она начала постепенно завоевывать все больше и больше пространства, и, в конце концов, все свелось к феноменологии. Чем отличается феноменология, скажем, от философии, теоретически, от чистой философии? Она отличается тем, что она дала свои выводы и построения, обосновывает опыт там. У нас единственный опыт есть, это опыт философа или феноменолога, он не является тем таким же вообще обязательным и проверяемым, каким является опыт в науке, в современном смысле слова наука, но он является в некотором смысле интерсубъективным, он может быть нами понят. то есть философы могут договориться относительно того, как понимать тот или иной опыт, что в этом опыте есть. То есть они могут друг другу как-то указать, о чем они говорят, то есть как бы друг другу договориться. Ну и напоследок, еще одна маленькая проблема, она связана с тем, что я постоянно выстраиваю соотношение субъекта и объекта в виде вот... Вот у нас есть субъект-объектное наше различие. И мы говорили, что в способностях наш объект защипляется на некоторые... на некоторые поля или некоторые срезы, да, связанные с тем, что каждой способности соответствует свой предмет. Здесь важно, что мы не можем абстрагироваться и брать каждую способность в отдельности. Вот. Есть такое желание, да, взять восприятие, рассматривать отдельно, отдельно рассматривать представление, отдельно рассматривать воображение, отдельно рассматривать мышление. Потому что, поскольку каждый способност соответствует предмет, и поскольку предмет мышления, скажем, там, смысл, достаточно обособлен от других, и мы можем отдельно рассматривать смыслы, отдельно рассматривать чувственные данности, да, или воображаемые данности. Но когда мы переходим в философию, то есть такое правило, что феноменолог должен рассматривать всё в том контексте, в котором оно существует. У нас на самом деле вот эта вот гармошка, по которой расщепляется объект, это является необходимым контекстом, в котором мы рассматриваем, что представляет собой субъект объектной различии и что представляет собой субъект. Если мы выщеленяем какое-то одно поле, например, поле мышления, то мы тем самым теряем изначальную правильную, как бы цельную постановку вопросов. Весь этот объект присутствует в сознании. И расщепление его происходит в сознании. Для сознания, на самом деле, каждая плоскость представляет собой некоторый, может представлять собой некоторый особый объект. Именно благодаря этому мы можем между ними устанавливать какие-то отношения. Иначе говоря, сознание, вот, допустим, возьмём две плоскости, восприятие и мышление. Я их как бы разнёс. Так вот, сознание, оно представляет, во-первых, собой общую основу, основу, на котором они могут сойтись. Этой общей основой представляет собой, как если мы говорим уже о конкретном, это связи мышления и восприятия, трансцендентальную схему. То есть, с одной стороны, сознание представляет собой трансцендентальную схему, но в котором соотносятся такие плоскости, как восприятие и мышление, а с другой стороны, и восприятие и мышление входят в единство сознания. То есть, иначе говоря, сознание всегда присутствует и в восприятии, и в мышлении. И мы должны бы, по идее, были бы говорить не просто о восприятии, а мы должны были бы говорить о сознании и восприятии, или говорить о мышлении. Это о сознании и мышлении. То есть, сознание всегда присутствует в мышлении. То есть, и так же, как оно всегда присутствует в восприятии. Иначе говоря, если брать эту гармошку, то сознание может двигаться от плоскости к плоскости. Оно может двигаться от одного поля к другому. То есть оно может перемещаться. Как я когда рисовал о том, что есть фокусное сознание, а есть периферическое. Что возможность фокуса перемещаться в пространстве периферии, оно существенно. Но точно так же существенно для того, чтобы вообще быть возможным, различать восприятие мышления, а с другой стороны делать их чем-то общим. То есть, иначе говоря, иметь возможность, несмотря на их существенное различие, ставить их на одно основание. То есть быть общим основанием для различных. И вот сознание, оно как бы может перемещаться от позиции к позиции, и поэтому, используя это свойство того, что сознание представляет собой некое сущее, которое может двигаться. Я периферсу двигаться в смысле фокуса, а если брать построение Егеля, ведь там движение происходит от чувства, как бы все больше и больше абстрагированию, все больше и больше абстракции некому духу. То вот это вот движение, оно связано с тем, что сознание в принципе обладает доступом, вот как правильно говорит, доступом к любой плоскости. То есть, сознание обладает возможностью смещаться в любую плоскость. И это движение сознания, оно существенно для того, чтобы понимать, что такое представляет собой сознание, что представляет собой субъект. То есть, если мы теперь переходим на термин субъекта, то субъект имеет возможность в силу наличия у него способностей. На самом деле он уже многообразный, у каждой способности есть свой субъект. Субъект представляет собой некое объединение с субъектами. И по каждому субъекту мы различаем объекты соответствующие. Каждому субъекту соответствует свой какой-то объект. Так вот, субъект... Здесь различие-то в чем состоит? Здесь различие состоит в том, что субъекты разбиваются по способностями, и все субъекты непонятно как друг к другу соотносятся, а сознание, оно скользит от одного плана к другому. Иначе говоря, вот я как бы обнаружил некое новое различие. Субъекты могут с друг другом не соотноситься, субъект и ты как бы как соотносится с субъектом йотом, да, как бы это непонятно. Но если, опять же, переходить на терминное сознание, то понятно, каким образом соотносятся различного рода срезы. Они просто погружены в некое единое общее сознание, которое, согласно Геглю, представляет собой субстанцию. Он искал же некое единство для того, чтобы обосновать на основе этого единства, которое должно быть вначале, чтобы оно было в конце. Он искал такое единство, чтобы обосновать понятие субстанции. И поэтому субъект его, ему как бы был субъект, в котором различия существуют изначально, и в котором всегда есть только различия. И сами субъекты различаются И субъект-объектные различия тоже порождают Только различия, которые невозможно преодолеть А нужно такое различие Которое одновременно и различие И которое как бы преодолеваемо Но вот оно преодолеваемо вот в этом смысле Не в том смысле, что как бы исчезает различие восприятия и мышления А в том смысле, что у них есть общие основания Они как бы погружены в некую единую среду Или в единую, как я говорю, пространство отношений И в этом пространстве отношений могут соотноситься И причем это соотношение является неким феноменальным опыт. Мы прекрасно понимаем, каким образом мы можем восприятие подвести под мышление, и каким образом мы можем мыслить, воспринимаем. Вот это соотношение, трансцендентальная схема, которая опосредует взаимоотношения восприятия мышления она на самом деле есть нечто реальное, даже феноменальное. Феноменологически. Ну наверное, на сегодня хватит просто здесь как бы и есть скорее больше скорее много вопросов да как скорее есть некая постановка вопросов чем ответ ну я сделать несколько сумбурно спасибо